В чем мудрость Шоломона? Упивался роскошью, увел народ, выдал опоклонство и Бога не прославил, говорил красиво, а действия другие. Какой герой, положительный или отрицательный? Понимаете, в чем дело, библейские герои, они не покемоны. Вот покемон, он либо черный, либо белый, либо он хороший, либо он плохой. А Шоломо, Давид, они не покемоны. Шоломо был мудрым человеком. Видимо, он очень много наставил народ в мудрости, вершил много суда и, скажем, дал веровать царице Южной. Были времена. Постепенно нашелся на него подходец, так скажем. Он пал через женщин, но он отстроил много в Иерусалиме. Он построил храм для Создателя. И посмотрите, какие цели были, чтобы со всех народов мира пришли и поклонились, чтобы даже иноземец пришел. Какая любовь к Господу была, какая забота была. И да, он упал с этой высоты, но во всяком случае был на той высоте. То есть Всевышний не приводит нам пример людей, идеальных, без сучка, без задоринга, у которых вообще никогда не было никаких падений. И Давид тоже может спросить, а что Давид сделал? Ну, какой он герой? Вот это, вот это, вот это там воевал. Ну, мало ли кто воевал. Руководил организованной преступной группировкой долгое время. Прикидывался сумасшедшим. Ну, какие поцелуны писал? Да, пожалуйста, писал красиво, писал там то, о сём. А на деле вот на женщине спалился. И много еще чего можно сказать. В том-то и дело, что Господь рассказывает нам в своем слове о людях из крови и плоти. Вот что мы, он тоже из крови и плоти. Да, он наделен мудростью. Да, он наделен мудростью судить суды, разделять доброе и хорошее. Но вот приходят женщины, и у него эта мудрость каким-то образом степенно отключилась. И это нам пример. То есть было много хорошего у Шламова. Он не только купался в роскоши, да. Мы читаем про книги, которые он написал, которые он оставил, по которым можно учиться. И многие учатся. Мы слышим о притчах, которые он говорил. И долгое время весь мир удивлялся и прославил Бога. Бог действовал через него. Субтитры создавал DimaTorzok